Мне уж скоро будет через год пять лет. Мне бы еще больше лет было, только у меня день рождения очень редко бывает. Но бабушка говорит, что надо, чтобы я обязательно была толстенькая. А я не толстенькая, я утром ем, я уж не могу больше жевать, потому что у меня зубы устали. А мама говорит, что если человек захочет, он может съесть все, что ему дает. А потом бабушка говорит, что ребенка морит голодом, без меня никакого прока не будет. Когда идем гулять, она мне всегда покупает на углу или какую-нибудь еду, или же плюшку. Я тогда совсем обедать не могу, когда мы домой приходим. И я тогда начинаю плакать и не есть. А мама приносит все игрушки и паровозы, а бабушка танцует и фокусы, показывает, чтобы я ела. И бабушка говорит за папу, за Милочку, за тетю Олю. А я только думаю, что много их там еще осталось. И тогда я плачу еще громче. А как только я рот открою, бабушка в это время мне засовывает в рот весь суп ложкой. А раз я все-таки не ем, тогда марш в угол и гулять не пойду ни в коем случае. А я пока стою в углу, бабушка говорит, что ее один знакомый, Вовка, ест каждую минуту целый батон. И от этого он такой хороший, а меня милиционер придет и заберет. И я опять плачу. Я не знаю, зачем я милиционеру нужна. Ведь у него же есть свои дети, которые его не слушаются. Но все-таки ведь мне же страшно. И я тогда плачу еще громче. И так каждый день. И наконец уж мама сказала, что нельзя вынести такого невыносимого ребенка. И что исправить меня может только детская поликлиника. Туда нужно приходить по чечетным дням и чечетные числа. И мы туда пошли и там наконец исправили мою маму. Правда, потому что доктор дал нам три волшебных правила. Он сказал доктор сначала, никогда не давайте ребенку есть. Нет, он сказал, никогда не заставляйте ребенка немедленно. Ешь сейчас же или отправляйся в угол. Он успокоится немного, погодя. И не надо на него сердиться. Потом он сказал, что я захочу, то и буду есть. Нет, он сказал, не надо, чтобы бабушка говорила, хоть что, хоть же это. Что мама приготовила, то и надо есть. И все. И я ей ем. И вилку держу. Сама хорошо. А не бабушка. И ложку несу из кухни сама. А бабушка мне потом дает другую. Потому что я ложку три раза уроню, пока донесу самостоятельно. Теперь еще правило. Теперь еще правило очень хорошее. Нужно это знать. Называется так. Правило. Никогда меня не надо ставить в угол. От этого всем будет лучше. Доктор сказал, что это правило важно для родителей и всех взрослых. Он сказал, что надо набраться с малышами терпения и не сердиться, и не обещать все время их наказывать. А папа сказал, не так. Папа сказал, ребенок сам не должен доводить родителя до того, чтобы все время надо их ставить в угол. Теперь-то уж все хорошо. Теперь-то мы выполняем все три волшебных правила. И мама говорит, что у нас дома теперь мир и порядок. И никого не надо ставить в угол.